Русское искусство XIX века Господствующим стилистическим направлением в живописи первой половины XIX века стал романтизм. Выдающимся мастером романтического портрета был Орест Адамович Кипренский 1782-1836. Среди многочисленных его работ особенно интересны портреты современников художника, поэтов Жуковского и Пушкина. Не менее прославленным портретистом был Василий Андреевич Тропинин 1776-1857. Сын крепостного крестьянина, сам он освободился от крепостной зависимости в возрасте 45 лет. Мастерство принесло ему всеобщее признание и звание академика. Для живописи Тропинина характерна простота, безыскусность, достоверность передачи бытовой обстановки, в которую он помещал портретируемую модель. Одна из лучших его работ – портрет сына Арсения. Тропинин является создателем одного из прижизненных портретов Пушкина, 1827 год. Родоначальником бытового жанра в русском искусстве явился Алексей Гаврилович Венецианов, 1780-1847. Гумно, на пашне, весна, утро помещицы. Венецианово привлекло изображение деревенской жизни. Деревня на его полотнах предстает в сильно идеализированном виде. Но все же сам факт обращения к народному быту является свидетельством определенного этапа в развитии, приведшим впоследствии к формированию в полной мере реалистического искусства. Традиции бытописательства нашли продолжение в творчестве Федотова, художника, которого часто называют Гоголем в живописи. Его работы носят, как правило, сатирический характер. В них перед зрителем разворачивается целая история. Таковы его полотна «Свежий кавалер» «Сватовство майора». Величайшим мастером романтической живописи был Карл Павлович Брюлов 1799-1852. Окончив с золотой медалью Академию художеств, Брюлов уехал в Италию. В своем искусстве художник сочетал лучшие традиции академической школы, эмоциональность романтизма и стремление к исторической правде, которая позволяет говорить об элементах реализма в его творческой манере. Брюлов получил признание и славу уже при жизни. Его картина «Последний день Помпеи» стала настоящим событием в культурной жизни того времени. Брюлов был выдающимся портретистом. Он писал как замечательные по красоте парадные портреты «Всадница» 1832 год, портрет графини Самойловой 1839, так и камерные, отличающиеся тонким психологизмом, автопортрет 1848 год. Совсем по-другому складывалась судьба другого великого живописца эпохи Александра Андреевича Иванова 1806-1858. Он не был любимцем высшего света, вел жизнь, наполненную работой, много сил отдавал изучению философии и истории религии. Главным его произведением, замысел которого он долго вынашивал, которому шел всю жизнь, была картина «Явление Христа народу». Созданию этого монументального полотна он посвятил 20 лет 1837-1857. В процессе работы над картиной было создано огромное количество набросков и эскизов, имеющих самостоятельную художественную ценность. В жанре морского пейзажа, так называемой «марины», работал Айвазовский 1817-1900 годы. Его полотна поражают удивительно живописным изображением морской стихии. Пронизанные лучами солнца волны, грозовое небо – излюбленные мотивы Айвазовского. Крестоматийную известность приобрела картина «Девятый вал» 1850 год, являющаяся ярким примером непревзойденного профессионализма мастера и свидетельствующая о романтическом складе его творчества в этот период. Пути развития русского искусства второй половины XIX века во многом совпадают с движением развития литературы. Активное участие в идейных боях – характерная черта художественной культуры этого периода. Изобразительное искусство не могло остаться в стороне от процессов, происходивших в общественном сознании. Формируется течение, в основе которого лежали идеи критического реализма. Одним из первых мастеров этого направления был Василий Григорьевич Перов – 1833-1882. Его жанровые произведения – «Сельский крестный ход на Пасхе» – 1861 год, «Проводы покойника» – 1865 год, «Тройка» – 1868 год – являют собой горестной историей жизни простого народа, изложенной языком живописи. Повествовательность была весьма распространенным явлением в живописи второй половины XIX века. Она позволяла достичь предельной ясности, остроты и широкой доступности идейного содержания произведения. В творчестве Перова проявились наиболее значимые черты зарождающегося нового подхода к изобразительному искусству, для которого характерно сознание того, что помимо эстетических достоинств, живопись должна иметь выраженное социальное гражданское звучание. Перов был талантливым портретистом. К 60-70 годам относятся замечательные портреты Достоевского, Островского, Тургенева. Новое направление утверждалось в борьбе с официальным искусством, представленном руководством Академии художеств. В 1863 году группа студентов-выпускников отказалась писать программные картины на сюжеты скандинавского эпоса, предложив вместо этого выбрать тему, связанную с проблемами современного общества. В этом им было отказано. В знак протеста художники во главе с Крамским, не окончив официального курса, покинули Академию, образовав петербургскую артель художников. В 1870 году уже в Москве Крамской, Перов, Геми, Саедов организовали товарищество передвижных художественных выставок. Товарищество устраивало выставки в Петербурге, Москве, Харькове, Казани, Орле, Одессе. В состав товарищества передвижников в разное время входили Репин, Суриков, Саврасов, Шишкин, Куинжи, Левитан, Воснецов, Ярошенко и другие. Общепризнанным идейным лидером этого объединения был Иван Николаевич Крамской. 1837-1887. Крупнейшая работа Крамского – картина «Христос в пустыне». 1872 год. В картине нет внешней повествовательности и нет движения. Показана одиноко сидящая на фоне каменистого пейзажа и закатного неба фигура Христа. Крамскому удалось передать колоссальное внутреннее напряжение, титаническую работу души и мысли. Крамской был прекрасным портретистом. Им созданы портреты писателей Толстого, Салтыкова-Щедрина, художника Шишкина, создателя галереи русской живописи Третьякова. Большую популярность приобрела незнакомка, написанная художником в 1883 году. Батальный жанр был представлен работами Верещагина. Художника, неоднократно участвовавшего в боевых действиях и показавшего ужасы войны в ее непарадных проявлениях. Кровь, раны, тяжелый повседневный труд простых солдат, трагизм смерти, ставший обыденностью. Апофеоз войны 1871 год. Балканская серия 1877-1881 годы. Небывалого расцвета достиг пейзаж. Пейзажная живопись превратилась в одну из передовых областей развития художественного творчества. Жанр этот был поднят на новую высоту. Совершенствовались выразительные средства. Развивалась техника. Пейзаж второй половины 19-го начала 20-го веков – это уже не просто изображение видов ландшафтов, а живопись через образы природы, передающие тончайшие движения человеческой души. Величайшими мастерами пейзажа в России были Саврасов, Грачи прилетели 1871 год, Шишкин, Сосновый бор, 1873 год, Рожь, 1878 год, Куинжи, Березовая роща, 1879 год, Лунная ночь на Днепре, 1880 год, Поленов, Московский дворик, 1878 год, Левитан, Вечерний звон, 1892 год, Весна-большая вода, 1897 год, Коровин, зимой, 1894 год, Париж, Бульвар Капуцинов, 1906 год. Вершины реалистического искусства второй половины 19-го века достигла в творчестве Репина-Сурикова. Начальные навыки живописи Илья Ефимович Репин 1844-1930 получил у украинских живописцев в Харьковской губернии, откуда он был родом. Впоследствии в годы учебы в Петербурге большое влияние на формирование Репина как художника оказал Крамской. Талант Репина многогранен. Одна из первых больших работ мастера картина «Бурлаки на Волге» 1873 год имела большой успех. На протяжении всей жизни Репин писал портреты. Им создана целая портретная галерея современников русского художественного и музыкального критика Стасова, писателей Писемского, Толстого, инженера Дельвига, актрисы с Репетовой. Величайшими произведениями русской живописи являются картины Репина «Крестный ход в Курской губернии» 1883 год, «Не ждали» 1888 год, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 1891 год, «Торжественное заседание Государственного совета» 1903 год. Историческая живопись нашла свое наивысшее выражение в творчестве Василия Ивановича Сурикова 1848-1916 годы. В истории художника более всего интересовали люди, народная масса и сильные яркие личности. Первое произведение, принесшее Сурикову славу, «Утро стрелецкой казни» 1881 год. Композиция построена на контрасте. Горе, ненависть, страдания, воплощенные в фигурах, идущих на смерть, стрельцов и их близких, противопоставлены восседающему на коне каменно застывшему в отдалении Петру. Контраст положен в основу многих картин Сурикова. Меньшиков в «Березове» 1883 год, богатые одежды полудержавного светлейшего князя, сидящего в бедной и темной крестьянской избе в окружении детей, создают диссонанс, подчеркивающий образ рухнувшей жизни, тяжелого удара судьбы и величайшего внутреннего напряжения. Боярыня Морозова, 1887 год. Темные одежды неистовой староверки противопоставлены ярко разодетой толпе народа, частью с сочувствием, а частью просто с любопытством, взирающей вслед простым крестьянским розвольням, увозящим в заточении непокорную боярыню. К позднему периоду творчества Сурикова относятся картины. Взятие Снежного городка, 1891 год. Покорение Сибири Ермаком, 1895 год. Переход Суворова через Альпы, 1899 год. Степан Разин, 1907 год. Кроме Сурикова, картины на исторические темы писал Васнецов. Образ истории в его произведениях имеет ощутимый былинный сказочный оттенок. После побоища Игоря Святославовича с половцами, 1880 год. Аленушка, 1881 год. Особенно ярко соединение эпоса и истории проявилось в грандиозном полотне богатыри, 1898 год. Учеником Репина Чистякова был Валентин Александрович Серов, 1865-1911 годы. Один из величайших русских живописцев, расцвет таланта которого пришелся на рубеж веков. К лучшим произведениям раннего периода его творчества относится «Девочка с персиками», 1887 год. Пронизанная солнцем, сияющая радостными красками, картина отличается тонкой передачей свето-воздушной среды. Как большинство художников своего времени, Серов проявлял интерес к портретной живописи. Им создано большое количество живописных и графических портретов его современников. Портреты художника Коровина, Левитана, актрисы Ермоловой, писателей Чехова, Горького, графини Орловой и многих других. Творчество Серова ознаменовало собой смену эпох в изобразительном искусстве. Начав как реалист, близкий движению передвижников, Серов затем отходит от традиции, заданной художниками второй половины 19 века и ставший к началу 20 века уже во многом шаблоном.